доброе утро ребята сегодня проснулась на телефоне минус побыла в беларусь банке положила денежку на телефон а сейчас иду в магазин надо купить сметаны так что на улице у нас сами видите все подтаивает на улице тепло ветра нет снег мокрый даже хрустит вот это наш макдональдс дальше универмаг гомель там новая дорога и новый район так что идем магазин за сметаной денежки на телефон положила перед пенсией очень тяжело последние дни жить так что живем тихо и скромненько вот эти магазины у нас не пользуются спросом на чем они еще держатся на чем они стоят я не знаю потому что здесь не проходная часть не проходная здесь такое такое вот место что понимаете вот но никого нет вот вот здесь где написано аренда была аптека но какой дурак делает две аптеки рядом вот там аптека и вот это где аренда написано аптека эта аптека закрылась но она была хорошая здесь я брала свой випрокап он видите уже оборудуют уже кто-то наверное арендовал рабочий работает уже что-то новое откроют уже рабочий там все по-своему будет полочки сколько здесь было открыто в разных магазинов и они закрываются буквально год-два и закрываются потому что тут не ходовая часть тут нет людей тут люди идут по это в дорожке либо шестую поликлинику вот так вот либо идут в девятиэтажный дом который там и все вот эту установку сделали а здесь никакой транспорт не останавливается то есть если там сделали новую дорогу где я вам показывала то должен был здесь какой-то транспорт останавливается а его нет и поэтому остановочка просто так для бомжей там бомжи сидят иногда и перекусывают но бомжи тоже люди мне их тоже жалко ой рука отмерзает все пока а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Это магазин-завлекалочка, мимо которого нельзя пройти. И если ничего не надо, в него все равно заходишь. Это называется магазин-завлекалочка. Сегодня цена в этом магазине 39,90. Но мы у него не пойдем. Вот такое что-то открыли с гаджетами у нас. Вейк-кафе, шок. А вы что? Белита Витекс. Косметика. Тоже тут никого нет. Вот он побудет, побудет и его закроют. Очень много магазинов закрываются, потому что они не востребованы. Вот если бы тут открыли магазин с бульбой, с бураками, с морковкой, он бы был востребован. А так это косметика. Ой, метель у нас, метель. Ребята, вот такой у меня сегодня завтрак. Аж порог идет, видите, с макарончика. Макарон поджаренный на сливочном масле и с яйцом. Но яйца тут не видно. С яйцом поджарено. Ну так, яйцо вбила и так размешала, как хурде-мурде. И потерла свеколочку с майонезом. Там под низом чуть-чуть чесночка. Я не буду перекладывать этот бурачок в красивую тарелку. Я буду есть с железной миски. Я живу одна. Красоты мне не нужно. Я покушаю. Не покушаю, все, в холодильник поставлю. Покушаю, миску помою. Я не буду рисоваться. Так что я вам показала, как по-простому. Макарон с яйцом. И бурачок с железной миски. Ну вот, это я вышла к вам, девочки, мальчики, в эфир. Вот. Вышла по такому вопросу. Кто-то мне просил рассказать о моих часах, которые были у меня вчера на руке. Какую функцию они выполняют, девочки? Ни хрена. Никакой функции они не выполняют. Они показывают только время. Вот сейчас двенадцать. Сколько тут показывает? Двенадцать сорок один. Все, они погасли. Еще раз уключаем. Двенадцать сорок один. Все. Больше в них нет никакой функции. Это дешевые часы с Алиэкспресс. Вообще они предназначались для моего внука Ромы. Когда у него был день рождения, внучка Яночка ему передала такие вот часы. Но так как я после ковида и еле их смогла поздравить денюжками, кто смотрел мое видео с того канала, что... Поздравить и поздравила я Рому с опозданием, то про эти часы я забыла. Вот видите, они показывают только время. Потом, девочки, это сущая Г. Посмотрите, какая застежка. Здесь два гвоздика таких вот со шляпками. И они вот так вот здесь в эти дырочки просовываются. И поэтому, когда ты идешь и цепляешься вот этой стороной за рукав, оно расстегивается. Может бы оно не расстегивалось бы, если этот браслетик был бы кожаный или кожзам. Но так как это силикон, вот, типа резинки, их очень легко потерять. Поэтому я их на улице уже ловила два раза. Ловила. Они у меня на руке расстегивались. Вот видите как? Эти два гвоздика, вот, они легко вот цоп и все. Китайцы все делают на один раз. Поэтому с Алиэкспресс все стоит копейки. Полдоллара, доллар. Это все за копейки. И поэтому, понимаете, эти часы, они... Я их просто ношу, потому что я сейчас скажу вам, почему я ношу их. Короче, еще раз. Они показывают только время. Вот, двенадцать сорок три. И все. Застежка тут плохая. Вот. И поэтому я их ношу из-за безвыходного положения. Какое у меня безвыходное положение? Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть наручных часов. Часиков. Сейчас я вам их всех покажу. Все шесть остановились на разном времени. Всем часам нужно заменить батарейку. Батарейка на полгода, когда идешь в часовую мастерскую менять, она стоит, ну, там, меньше. На год стоит больше. Но, насколько я помню, последний раз меняла батарейку. Она стоила восемь рублей. Значит так, у меня шесть часиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть у восемь. Сорок восемь. Округлим. Пятьдесят рублей. Так это я по восемь посчитала. Может, уже подорожали батарейки. Пятьдесят рублей. За пятьдесят рублей это моя месячная оплата за коммунальные услуги. Что мы можем еще купить за пятьдесят рублей? В государственном магазине я могу купить обычную нашу белорусскую простую юбку сзади со шлицей, фабрики Славянка, Веснянка, Витебск, Брест за пятьдесят рублей. Что еще за пятьдесят рублей можно купить? Летом дешевые босоножки можно купить в Марка. Вот. Что еще за пятьдесят рублей можно купить? Ну, не знаю. Килограмм десять свинины. Одиннадцать килограмм свинины загрузить в холодильник и кушать. А это мне за столько часов надо во всех часах поменять батарейки. Одни часы я как-то потеряла. У мамы их нет. Носить я их, когда от мамы иду, я их уже на руку не цепляю. Мне время не нужно знать, во сколько я приду домой. И поэтому куда они делись, я не знаю. Я облазила все карманы. У меня две сумки, одна зимняя, одна летняя. Я посмотрела в сумках. Я посмотрела у своих органайзеров, правильно я называю, такие тряпочные коробочки, где лежат вот эти часы, где там кое-какая моя остаточная косметика лежит. Вот нигде их нет. Нигде нет часов. Вот они канули в воду. Расстегнуться они не могли, потому что я вам покажу точно такие часики на магнитном ремешке. И вот исчезли одни часы и все. Короче говоря, я вам показываю коллекцию своих остановившихся часов, из-за чего я нацепила вот это вот барахло. Значит так, кто меня смотрел видео мои с того канала последний раз, я была вот с этими часиками. Видите, на какое время они остановились? Им нужна батарейка. Я сказала, что если поменять батарейку, вот в эти часы 8 рублей батарейка. А то уже, наверное, и дороже. Они вот с такими стразиками здесь вот по бокам с камушками. Вот я их носила, вот буквально за неделю до сегодняшнего дня они у меня остановились. Они остановились ровно на 10 часов. Потом мои любимые часы в зимнее время. Они некрасивые, они для меня, для пожилого возраста, для глаза. Очень хорошо. Они на растягивающемся браслете. Раз, нацепил, и горы ты не знаешь. У них тоже нужна батарейка. Здесь время остановилось на 2 часа дня. Вот эти вот часы, летний вариант у меня. Они на силиконовом тоже, как и те электронные. Вот на силиконовом они браслетики. Но здесь, в этом силиконовом браслетике, нормальная застежка. Тут дырочки, а тут вот такое вот ушко. То есть они на руке держатся, девочки, мальчики, прекрасно. Но это летний вариант. Это вот под цветную маечку, под цветную летнее платьице, под сарафанчик. Под цветную юбочку, под белую юбочку. Ну, вот такой вот веселый вариант. Они остановились на без 10 и 9. Тоже нужна батарейка. Следующие часы остановились на пол шестого. В них ремешок металлический. Металлический ремешок, что очень неудобно их застегивать, подтягивать вот эту вот петличку. Очень неудобно. Я при вас не буду застегивать, но посмотрю, как они смотрятся на руке. Вот так они смотрятся на руке. Ремешок тут металлический. У меня было в целях зайти в мастерскую. Я не вижу, чтобы у нас в магазинах продавались ремешки. Сейчас часы мало кто носит, и поэтому я ни в универмаге, нигде не вижу ремешков. И поэтому мы ремешки приобретаем только в часовой мастерской. Я собиралась идти в часовую мастерскую, чтобы мне подобрали вот такой вот тоненький ремешочек, вместо вот этого металлического. Потому что когда застегиваешь, вот так вот, допустим, вот, на вторую дырочку, вот эту вот петличку, где она, вот, она тоже железная петличка. Как-то вот она с руки сползает, и вот, видите, вот. Ну, в общем, дискомфорт в этих часах. Так, третьи часы. Вот такие вот у меня были черненькие. Это как идет в одноклассниках реклама на магнитном ремешке. Вот магнитик, вот. Вот, сейчас шлопс, он приклеился. Но вы видите, как браслетик протирается об одежду. И поэтому сами часы вроде бы ничего, но сам браслетик, он тоже металлический, и он краска вытирается. И поэтому вот такие часы у меня были черненькие, про которые я вам в начале видео рассказывала, что они потерялись. Где они потерялись, не знаю. У мам их нет, у меня их дома тоже нет. Носить я их с руки, их не потеряешь. Тут магнит, вот. Шлопс, видите, как вот? Шлопс, все, их не потеряешь. Но они у меня исчезли. Может, у меня деменция тоже начинается, что у меня пропали часы. Ой, девочки, мальчики. Так, это какие по счету я вам показала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть часиков показала. Вот в эти часики мне подарила дочь. Это часы Польша. Вот на таком вот браслете. Застежечка тут нормальная, вот, застегивается сейчас. Сейчас, сейчас. О, обычный браслет. И на руке она очень красиво смотрится. Здесь они остановились. Ой, двадцать, нет, половина восьмого. Всем этим часам, мои хорошие, нужны батарейки. Вот эти часы очень красиво смотрятся. Они типа браслета, вот. Вот. Тут железо, тоже железное. Но это часы производства Польша. Есть часы у меня, которые я не ношу. Они очень маленькие. Мне их подарили. И они вот такие вот маленькие. Они новые. Но они тоже что-то остановились. Вот. Я их ни разу не надела. Да, ремешочек, видите, новенькие, даже дырочки не проработаны. Застежечка тут тоже хорошая. Вот. Они маленькие. Без десяти час на них. Но они тоже стоят. Они на руке маленькие. Они типа вот, ну, тех времен так вот смотрятся. Вот. Видите, они вообще не катят. Если я считаю, что вот эти вот часики для старой бабушки, как для меня вот, то вот эти они совсем не смотрятся. Ну, вот сейчас я нацеплю вот эти вот на резинки на такой вот, на металлическом. И приложим сейчас с вами вот эти. О! На железном же ремешке лучше смотрятся вот эти вот, чем на кожаном черном. И поэтому вот эти часы я не ношу. Они у меня лежат в упаковочке новенькие. Даже ни разу их не застегивала, не пристегивала. И последние мои часы карманные. Остановились они на половину шестого. Они без ничего идут. Они просто идут вот такой вот бляшечкой. Сзади ничего нет на них. Никаких креплений. Ничего. Они просто карманные часы, как у нас монетки валялись раньше в советское время в карманах. Но сейчас они у нас не валяются в карманах, потому что сейчас очень много заразы. И поэтому мы монетки в карман не ложим. И вот такие вот часики у меня валялись в кармане. Но они мне не нужны. Я все время их собираюсь отдать сестре. Но чтобы отдать сестре, надо же батарейку поставить. А это 5-8 рублей. Вот вся моя коллекция часов. Все вам показала. А еще у меня завалялся наш советский рубль. Помните его? На этот рубль можно было пообедать в столовой. Здесь вот какие-то по ободочку звездочки. Ну, в общем, кто моего возраста, тот помнит. Этот советский рубль. Один рубль написано. Все, мои хорошие. Следующий был вопрос. Рассказать о блогерах. С удовольствием расскажу вам о блогерах. Только это уже будет завтра. Завтра или сегодня вечером приду с работы. Уключу свою люстру на кухне. И буду с вами разговаривать. Расскажу, может быть, вечером. Вам сделаю видео. Сейчас уже некогда. Сейчас пока это загружу. Сейчас уже час времени. Оно будет час грузиться. И поэтому о блогерах сделаю вам завтра. Блогеров я смотрю очень многих. Очень многих. Вот. И поэтому я любитель. Есть любимые блогеры. Кто-то мне там писал, если снег слепит глазки, надо очки. Вы знаете, что? Я и так плохо хожу, наступаю и на лед, и нога после операции у меня подворачивается. И поэтому очки как бы для меня страшно. Если они будут с какими-то стеклами, как хамелеончик такие вот, но они будут защищать от ультрафиолета, то хорошо. А если они будут темные, я не знаю. У меня есть двое солнцезачащенных очков, но я их не ношу. Я их даже летом не ношу, очки. Потому что это можно... Ноги мы не поднимаем сейчас в наше... Я про себя. Ноги плохо идешь, поднимаются. Можешь споткнуться на ровном месте. Если с асфальта торчит вот такой вот камушек, я уже спотыкаюсь. И поэтому вот очки, я даже их летом не ношу от солнца. Я лучше морщусь, слеплюсь, но я очки не ношу. И поэтому, кто мне там посоветовал спасибо, мне, конечно, надо будет на это обратить внимание. Но чтобы на это обратить внимание, это надо, чтобы была лишняя копеечка. Чтобы зайти в аптеку, не в аптеку, а в оптику, и заказать именно для зимнего времени очки. Но я их не ношу. Я даже вот летом не ношу очки. Не знаю, идут они мне или не идут. Не знаю, но я их не ношу. Вторые у меня немножко такие странноватые, но я их мерять не буду. Они, наверное, уже вышедшие из моды. Вот такие вот. Hello! Все. Все, девчонки, все вам показала, как на духу. Все часы свои показала, рубль показала, очки показала. Я для вас разбиваюсь в доску. Все. Пока вам делала обзор своих часов. Вообще мне надо, вот сейчас я получу пенсию, мне надо какие-то одни часы сделать. Я, наверное, пойду вот в эти вот свои любимые поставлю батарейку. Вот. Зимой отлично. Нацепил об пальто, об рукав пальто, об куртке. Они не потеряются. А вот это вот, кто у меня спрашивал, это ерунда. Они же вот расстегиваются раз-два и все. Тем более уже дырочки, на которые я застегивала, они разработаны. Они вот даже не держат. Ой, это ерунда. Так что, наверное, первые часы, которые мне надо сделать, это вот эти. А вообще, это надо отвалить 50 рублей, чтобы во все часы поставить батарейки и их носить. Ну, наверное, сделаю вот эти сейчас для зимнего времени. И вот эти вот, когда уже весна будет, чтобы их были, они веселенькие, вот, нацепить и все. Остальные мне как-то, вот, остальные мне как-то, я к ним безразлично. Ну, может быть, вот в эти еще поставлю батарейку, они ничего так смотрятся. Все, как стал во все ставить батарейки, не хватит пенсии. Все, мои хорошие, пойду я в ванну прополоскаю мамины наволочки. Я их прокипятила, у меня дедовский способ. Вот. Ну и все. Загружу вам видео. Все, мои хорошие, но я с вами не прощаюсь.